Технические тонкости Для них главное – это комфортные условия проезда и прибытие в пункт назначения без опоздания. Но, к сожалению, иногда приходится вникать в проблемы железнодорожной отрасли и быть начеку, ведь последние пожары в пассажирских поездах Укрзалезнити заставили изрядно понервничать всех. Только за июнь месяц было зафиксировано три пожара на Львовской железной дороге, и такие события происходят регулярно. Например, 7 июня загорелась моторная секция дизель-поезда Д1 сообщением Ковель-Сарна, это Волынская область. Пожар возник в полшестого утра на перегоне между станциями Черторийск и Маневичи. Из людей никто не пострадал, пассажиров доставили до ближайшей станции другим транспортом. Можно сказать, что начало июня выдалось урожайным на пожары, они происходили один за другим. Уже через два дня, то есть 10 июня, пожарные ехали тушить тепловоз, который вел поезд Киев-Солотвина. Чипа случилась на станции Тячев Закарпатской области. Возгорание возникло в машинном отделении тепловоза М-62. Его ликвидировала локомотивная бригада. Пожарные приехали уже к финалу. В поезде находились 50 пассажиров. Их, конечно, эвакуировали. Гиена Огненная не прошла мимо святая святых локомотивного депо Львов Западный и 28 июня решила испепелить мастерские. Они находятся прямо возле станции Львов. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Горели мастерские, где проходит техническое обслуживание локомотивы. Пожарные боролись с огнем 4,5 часа. Из людей никто не пострадал. Примечательно, что пожар в депо произошел аккуратно следующий день после выставки подвижного состава Львовской железной дороги, которую строили на пригородном вокзале. Там показывали локомотивы, дизель-поезда и другую технику после капитального ремонта. Уже в июле месяце эстафету пожаров принял пассажирский поезд номер 144. 9 числа на участке дороги Ходоров-Львов из возгорания в локомотиве остановился поезд Ворохты-Кременчук. Судя по рассказу одного из пассажиров, не доезжая до платформы под монастырь, локомотивная бригада пыталась загасить возгорание в машинном отделении тепловоза 2М62. После неудачной попытки ликвидировать пожар, поезд поехал дальше до ближайшего пруда. Там уже при участии пассажиров и местных жителей принялись носить воду, чтобы спасти локомотив от огня. В итоге основную роль по ликвидации пожара взяли на себя спасатели, которые приехали через 10 минут. Почему горят локомотивы? Ответ на этот вопрос можно долго не искать. Ясно, что моторные секции дизель-поездов и тепловозов поджигают не злые духи. Здесь дело в плохом техническом состоянии машин. Из той информации, что есть в открытых источниках, можно сделать вывод, что тяговый состав имеет перепробеги, то есть просроченные сроки ремонта и кучу других технических проблем. Поскольку Укрзалезницы является государственной структурой, то обновление подвижного состава должно происходить при поддержке госбюджета, но пока на новые вагоны или локомотивы денег нет. Поэтому пассажирам так или иначе нужно быть готовыми к тому, что ваш поезд может не доехать до конечного пункта вовремя из-за пожара в локомотиве или по другой причине. А если поезда будут гореть с таким постоянством, то пассажирам скоро придется паковать в дорогу с собой огнетушитель на всякий случай. Субтитры создавал DimaTorzok